Все под контролем. Рейды по торговым точкам города для мониторинга цен на товары продолжаются. На этот раз специалисты Департамента экономики совместно с прокуратурой наведались в продуктовые магазины. Сегодняшняя задача – проверить наличие и стоимость детского питания. Изменения фиксируются в специальном бланке. Специалисты следят за тем, чтобы цены росли в пределах допустимого. Ежедневно проверки проводятся как в крупнейших торговых точках, так и в небольших магазинчиках нового Уренгоя, Карачаева и Лимбияхи. Мониторинг продовольственных продуктов мы делаем ежедневно по продовольственным магазинам. Сейчас мы находимся в магазине «Шаттл» около полочки с детским питанием. Детское питание здесь находится каждый день, кроме сухих смесей. Цены всегда. В общем, я не видела, чтобы цены повышались. Каждый день мы ходим, цены одни и те же. Не может не порадовать тот факт, что за последние несколько дней сильного скачка цен у сетевиков на детское питание не было. В мелких магазинах стоимость такая же, как и в крупных. Соль та же, такая, как в этих сетевых магазинах, 18-12 рублей. Особое внимание проверяющие уделяют и полкам, на которых лежат социально значимые продукты питания. Это крупы, молочка, хлеб, мука. За последние несколько недель их стоимость заметно подросла. Если новоуренгуйцам кажется, что ценники на товары слишком высокие, они могут обращаться в прокуратуру. За необоснованное повышение торговых надбавок руководству магазинов грозит административное наказание. Сумма штрафа составляет 50 тысяч рублей. Прокуратурой города проводятся проверки с целью исключения необоснованного повышения цен, в том числе на продукты питания, в том числе продукты питания первой необходимости. При проведении проверок прокуратурой города проверяется закупочная цена от поставщиков, а также установление цен уже действующими торговыми объектами. Рейды по торговым точкам продолжатся. В случае выявления необоснованных цен на товары информация передается в Федеральную антимонопольную службу для дальнейшей проверки.